ПОТАПИНКА БУДЕТ ПОТАПИНЫЕ РАЗРАБОТЧИКАМИ ИЗ НОРВЕГИИ СЕРЕБРЯНОМУ ДОЖДЁ БЫЛО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Называется оно НОИС ИНТЕЛИЖЕНТ РАДИО СИСТЕМ Это версия вторая Вообще, не все, не Прочитал все буквы, не понял ни одного слова И что это такое? Это блок искусственного интеллекта НИРС Который способен подбирать музыку В соответствии с предпочтениями аудитории При этом точность достигает 86% Ух ты, меня только 86% тревожит Понимаешь, 86% это какая-то магическая цифра Соглашусь Которая везде присутствует в обязательном порядке Соглашусь Так вот, у наших слушателей Возникло очень много вопросов По поводу работы этой системы И сегодня в 11 часов В программе Никиты Небылицкого Мужские игры На них ответит генеральный директор Серебряного дождя Андрей Неклюдов Так что присоединяйтесь, пожалуйста, к разговору Задавайте свои вопросы Я напомню, ватсап СМС-портал Вайбер Плюс 7903 7976333 Сегодня Андрей Никлюдов Разговаривает с Никитой Небылицким Это после новостей в 11 Про искусственный интеллект в музыке, по сути дела Ну, практически да Да, может ли искусственный интеллект Угадать ваше предпочтение Что вы там любите себя Аж на 86% Ну, это будет в 11 Уже после того, как мы Перестанем общаться с вами По другим новостям Ну что, пойдем дальше Голопом по Европам Владимир Владимирович сказал все-таки Заветное Я предложил поправки Не чтобы то что А в Конституцию Не для того, чтобы продлить свои полномочия Президент Владимир Путин заявил Что предложил поправки Не для того, чтобы это сделать То бишь продлить свои полномочия Он встречался в Череповце И трансляцию мероприятия Вел один из телеканалов Там, кстати, был очень любопытный момент Когда представительница из аудитории Я не помню, кто это был Не журналистка, по-моему Но, тем не менее, она проникновенно Говорит Вот Владимир Владимирович Сейчас мы вам доверие окажем Может быть, все это не надо и менять А он говорит Да нет Цитируй дальше Поправки, которые я предложил На мой взгляд Продиктованы просто жизнью За время работы президентом И председателем правительства Для меня стало очевидно Что некоторые вещи не работают Так, как должны работать И поэтому я это предложил Но не для того, чтобы продлить свои полномочия Над Конституцией работали 6 месяцев и 1 неделю После того, как она была принята Поправки вносились 15 раз То, что сейчас предложено Ничего здесь такого необычного Отметил Владимир Путин Он рассчитывает Что поправки в Конституции Будут рассмотрены за 3,5 месяца Что за 3,5 месяца? Почему не утром рассмотреть Вечером пересмотреть в обратную сторону? Это великолепно Уже 23 января Госдума приняла законопроект О поправках в Конституции в первом чтении Ну что ж, давайте спросим людей, которые в этом разбираются существенно больше У нас на связи политтехнолог, социолог Роман Романов Роман, доброе утро Доброе утро Доброе утро Ну вот, пришло новое откровение Оказывается, поправки продиктованы самой жизнью Почему не принимали раньше? Что тянули кота за хвост и не внесли эти поправки в четверг после трех? Ну, лет 10 назад Вы знаете, Дмитрий, вот если чему-то нас жизнь не научила за последние 20 лет Так это тому, что пытаться угадать мысли Владимира Путина во многом бессмысленно Сейчас много есть политологов-телепатов Которые вам с радостью объяснят Что Путин был вчера, завтра И подумается, значит, через два года Я к числу таких людей не принадлежу Но я могу сказать, значит, что если мы просто говорим из общей такой политологической логики, да Когда, при каких условиях вообще лидеры совершают такие телодвижения И, значит, при каких условиях, значит, лидер типа Владимира Путина может, например, покинуть, значит, свой пост Да, значит, то есть три условия, значит, рамочных Первое, это сохранение стабильности политической системы государства в целом Второе, это сохранение стабильного внутриэлитного расклада И третье, это гарантия личной безопасности Вот в том случае, если все эти три условия складываются, а они связаны друг с другом, да То тогда мы можем сказать, что, значит, в этом случае такой вот отец нации может, значит, отойти немножко в сторону И сейчас мне кажется, что правы скорее те, значит, люди И в этом случае Владимир Владимирович, вероятно, нам не врет Которые говорят, что все происходящее это не способ укрепления личной власти А такое мнение, конечно, тоже звучит А скорее подготовка плацдарма к моменту, когда Владимир Владимирович сможет пойти в сторону Но пока ему нужно институционально закрепиться Закрепиться на уровне неформальных договоренностей И научить всех вот этих ребят, которых он вокруг себя собрал Мирным образом договариваться друг с другом А взаимодействовать в рамках, ну, вот этих официальных бюрократических механизмов И не разламывать при этом государство Вот, извините, такой длинный немножко ответ Но вот пока так Нет, он ответ логичный Тут возникает следующий вопрос Я с вами не могу не согласиться, что Он, у него была где-то несколько было на прямых линиях и там на всем остальном Да Да, что он-то не жаждет остаться пожизненно вот совсем Другое дело, что у меня возникает Возникает за последние 20 лет ощущение, что он сложил кубики Лего таким образом Что вот отскочить-то, то есть сейчас система пожирает его То есть отскочить он в сторону не может, он не может передать это власти Потому что 20 лет-то он этих, как вот верно вы подметили Этих орлов-то собирал И ребята эти все, как бы это помягче сказать, достаточно зубастые Каждый из них поджал хороший финансовый ресурс Не являясь там, в лучшем случае являясь там каким-то филологом Или там художником или еще кем-то Поджал, извините, вооруженные ресурсы Ну, кто-то там службу собственной безопасности Кто-то там себе еще То есть у каждого из них есть финансы, армия и люди И вот теперь их сказать, ребятки, вы знаете, я тут через 5 лет думаю отойти в сторону Ну, давайте мы сейчас как-то договоримся, что я-то останусь живым А вы, самое главное, типа не начнете душить друг друга под ковром По-тихому там с помощью химических реактивов или в открытую Вот давайте, мне кажется, что это немножко сложновато 20 лет ты воспитывал совершенно другой подход А тут ты говоришь, что за 5 лет давай их перейти Тем более все они люди не молодые И вот у меня возникает это противоречие Может, я не прав? Ну, смотрите, отчасти вы, конечно, правы Но здесь, это, конечно, задача сложная Вот я с вами соглашусь в том, что задача сложная Но, понимаете, кто хочет решать простые задачи Тот работает контролером в троллейбусе, значит Да, согласен Или, ну, другие выбирают себе, значит, профессию Президент решает сложные задачи, как бы, ну, волей-неволей Вот По политике искусство возможно Извините, я такими банальностями отделываюсь Поэтому, конечно, полной гарантии нам никто дать, так сказать Владимир Владимировичу никто не может Вот он пытается, значит, эти кубики таким образом сложить Шанс сложить их есть Вот Значит, да, конечно, все это непростые люди И более того, значит, есть некая внутриэлитная игра В том смысле, что кто-то хочет, чтобы транзит шел быстрее Кто-то хочет, чтобы, значит, кто-то подвинулся Кто-то хочет кого-то подвинуть А кто-то, наоборот, хочет стабилизироваться Вот Мне кажется, что президентский интерес здесь В том, чтобы не встать на одну из этих сторон А научить этих людей, значит, ну, по крайней мере Друг друга, значит, каким-то образом не убивать Ну, не убивать не фактически, а ну, хотя бы, значит, ну, вот Хотя бы экономически Да, экономически То есть бороться так, чтобы государство не шаталось Бороться какими-то приемлемыми для страны методами Вот если он их этому научит, как такой строгий отец, значит, да То, как бы, все получится В этом смысле Игра, конечно, поинтереснее, чем карточный домик, значит, какой-нибудь нам предстоит Почему это все принимается так быстро? Честно, вот все версии, которые сейчас высказываются Значит, к ним можно прислушаться Но я, честно говоря, не искал бы ответа на этот вопрос Потому что он, безусловно, как бы догадки Да, вот если вам лично Путин скажет, почему это делается именно так И то далеко не факт Давайте уж будем часом Да, да, да Ну, короче говоря, это, значит, это просто надо принять, значит И дождаться, какие полномочия пропишут, например, Госсовету Потому что пока мы во многом обсуждаем, на самом деле, ну, отсутствующее событие Потому что мы же не знаем конкретные контуры вот этой, значит, реформы, да Что будет с Госсоветом, что будет с конкретными полномочиями, ну, значит, первых лиц Потому что есть, например, версия, что просто значительную часть там каких-то там президентских полномочий Просто передадут в новую точку Но я, правда, в это не верю Это, ну, довольно бессмысленный шаг, чтобы ради него столько суетиться Вот, если мы хотим просто взять президентские полномочия и перенести их в другую точку То тогда вот просто ведущего серебряного дождя нужно назвать президентом Ну да И все, и все, значит, с сохранением действующих полномочий ведущего серебряного дождя Это будет, кстати, похоже, самая реалистичная история, боюсь, что Вот, ну, понимаете, мы вообще живем в мире, в котором самый фантастический вариант, на самом деле, оказывается возможным Вот, поэтому я бы всем советовал с интересом, значит, за этим наблюдать Вот, и меньше нервничать по поводу того, что от нас не зависит И закрепляться, ну, по своим, так сказать, позициям и по своим границам Вот, мне кажется, это для нас... Не, ну, это понятно, что мы не играем в этой игре, как бы, даже не пыль, скажем так Роман, а вот эти отчаянные попытки в Конституцию, которые сейчас, изменения, которые пытаются разные люди принести Это вообще такая бутафория, игра, как вам кажется? Конституция, она уже прописана, а потом скажут, так вот, хорошие, а вы тут предлагали всякую муть, а вот мы теперь утвердим хорошее Ну, понимаете, а насколько вообще демократический процесс в любой стране игра? Насколько игра любое коллективное обсуждение? Если вы, знаете, знаете, если вы соберете 150 любых человек обсуждать любой, ну, вот, прикладной вопрос То 90% предложений, которые они внесут, будут полной ерундой Сейчас надо дать высказаться всем Вот все предложения должны прозвучать Это нормально, к этому, значит, патриарх должен сказать про Бога А, значит, атеисты должны сказать про его отсутствие Защитники животных должны сказать про животных Климатологи про то, что, значит, теплее, холоднее, минус пяти в России быть не может, значит, партия любителей пива про пиво, значит, все должны высказаться Вот, значит, и после этого, значит, ну, какие-то вменяемые предложения должны быть отобраны Естественно, естественно, люди, которые, значит, организуют этот процесс, они в целом, конечно, понимают, на какие поправки они ориентированы Есть некоторые шансы, что из этого народного обсуждения что-то выскочит Он очень мал, но такое, как бы, есть Вот, ну, что вдруг что-то дельное может прозвучать А, значит, ну, и кроме того, это такой тоже своеобразный, как бы, срез общественного мнения Тоже на это Соцопрос-то, что называется такой Ну, в некотором смысле, да, да Потому что что-то из этого можно будет в качестве, ну, как бы, доп. меры внести Дело в том, что мало кто еще понимает, для чего, ну, так сказать, что такое вообще конституция, как она работает Я хотел бы обратить ваше внимание на один довольно забавный момент Все эти годы политические элиты России и, значит, вся полит-тусовочка Они не говорили хорошо про нашу конституцию Про конституцию все говорили плохо в основном Никому она не нравилась И вдруг она так резко стала всем дорога Выяснилось, что она неплохая, оказывается И что можно, значит, ее даже защищать где-то И люди, которые слова хорошего про нее не сказали за 20 лет Сейчас нам, значит, начинают что-то рассказывать Это тоже вот довольно забавный факт, на который я побратил внимание Спасибо, спасибо, что были с нами У нас на связи был Роман Романов, политтехнолог и социолог Ну, и вчера к патриарху присоединился Равин Это даже позавчера, да, было, по-моему? Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России Поддержал идею патриарха Кирилла Добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге И предложил свою формулировку Здесь, надо сказать, конфессии начинают предлагать, как они это видят Благослови и сохрани Бог Россию Чтобы это было записано в Конституции Ага Так, у нас же, по-моему, еще есть большой... Вот Бог, он один или их должно быть много? Мы как бы решили историю, что Бог есть или Бога нет Теперь это будет в Конституции, что Бог есть Нет, там было... Ну, вот я прочитал, да, те, кто представляют условных атеистов Сказали, что упоминание про Бога Патриарх просил, просил, можно же написать Бога нет Упоминание есть, формально есть А то, что Бога нет, то это, в принципе, с одной стороны удовлетворяет тех, кто хотел упоминание, что Бог вообще будет присутствовать в Конституции И удовлетворит одновременно тех, кто считает, что Бога нет Сергей пишет, слава Богу, Российская Федерация, светское государство Мне очень нравится ваша формулировка Так я бы ее в Конституцию занесла Слава Богу, Российская Федерация, светское государство Но Бог, на всякий случай, храни Российскую Федерацию Я вот все-таки, понимаешь, настаиваю на том, что у нас же, как бы, в язычестве было множество богов Может, все-таки тогда уж их как-то поименуем хотя бы И вот ключевой вопрос, а кто ответственен будет, как полномочия будут распределяться между президентом, госсоветом и Богом И кто будет виновен за экономические кризисы в России То есть, кто законодательно-то будет, собственно говоря, нести ответственность И все, что хорошо, это благодаря Богу или, ну, то есть, вот, ключевой вопрос, собственно, ответственности И юридических формулировок И, опять-таки, возвращаясь к юридическим формулировкам Нужно ли будет включать Бога в договорах хозяйственного толка? Ну, потому что Приложение такое, приложение, пункт 3 Там у нас всегда были, в договорах было всегда обозначалось форс-мажор И вот сейчас форс-мажор можно отнести на третье лицо, которое будет упомянуто в Конституции И, собственно говоря, видимо, подавать к нему иски Вообще-то интересно будет, как по ЖКХ, в общем-то, есть, по крайней мере, кто ответственный Допустим, Бога упомянули в Конституции, пишет слушатель А если не спасет и не сохранит, то, опять же, действительно вопрос, кто будет нести ответственность? Ну, является ли это страховым случаем? Опять-таки, тут очень... Я только за Я вообще за то, чтобы все высказались За то, чтобы все это включили Еще не забыть обязательно партию любителей пива, партию любителей водки Джина, виски Все это тоже имело бы смысл внести в Конституцию Дим, не обесцениваем ли мы Конституцию? Вот этой дискуссией вообще интересуются слушатели Вы знаете, мне кажется, что сам посыл, каким образом с Конституцией обращаются наши власти Обесценил ее как класс, потому что мы в нашем эфире И я уже не в одном эфире заметил, что ключевой вопрос, который мы забываем при всем при этом Что сейчас Конституцию без внимания широкой общественности можно менять по 10 раз на дню Это не фигура речи, да, ведь что у нас происходит? У нас не будет никакого референдума У нас будет такой соцопрос Вот сейчас говорится, что там Владимир Путин рассчитывает, что за 3 месяца примут изменения в Конституцию Почему за 3 месяца? В трех чтениях у нас Госдума умеет принимать все за раз Да вообще не вопрос Совет Федерации, чтобы к обеду не подписал, а после обеда не подписал президент Да вообще не вопрос Они в течение дня могут Конституции основным законом подтереться и принять ее во все стороны В одну сторону, в другую сторону И при этом широкая общественность, в том числе и патриарх, включая там раввин Или глава макаронных монстров, или полный кто-нибудь атеист К этому не имеет никакого отношения Потому что идет разговор Ведь что указано? Сказано, что над Конституцией работали полгода Это фраза совершенно четко сказана Над Конституцией работали 6 месяцев и одну неделю После того, как она была принята, поправки вносились 15 раз То, что сейчас предложено, ничего здесь такого необычного За 4 дня собрались, быстро что-то там поигрались Одно совещание у этого Конституционного совета Собранного непонятно на какой законодательной основе Простите, собрались они там 75 или 74 человека Почему именно их? Почему там не было включено, раз там есть певцы, музыканты Например, не был включен шнур Потому что я считаю, что шнура надо было включить Почему не было Аллы Борисовны Пугачевой? Почему в конце концов Егор Крит пропущен? Оля Бузова не принимала участие А Оля Бузова, извините, это очень важный Потому что строить счастье наше конституционное право Безусловно, это должно было быть Ольга Бузова, специалист по постройке счастья в государстве Вот, опять-таки То есть ты уловил эту прорив Конечно, я вот, понимаешь, я чувствую, что в Конституционном совете Не хватает важных людей, влияющих на наши Почему нету Соловьева, например, Владимира Рудольфовича Вот это категорически недопустимо Это один из лучших, можно сказать, ведущих И, в общем, все это знают Тем временем в ЦИОМ подсчитал Какое количество россиян поддерживают поправки в Конституцию Порядка 80% считают важными И вообще уже назрели Почему не доработки? Почему не 86% традиционные? Ну ты подожди, там дальше доработали Что важными считают россияне? Вообще, обрати внимание, что 91% россиян считают Что надо закрепить в Конституции Регулярную индексацию пенсии и других социальных выплат Вообще, кстати, неожиданно Видишь, не про Бога, а про пенсии россияне Людей, естественно, волнуют достаточно простые вещи Они... Вот это-то как раз спекуляция на обычных человеческих чувствах Меня раздражает всего больше Я не сомневаюсь, что... Вот с людьми обращаются реально, как, знаешь, с подопытными кроликами Вбросили и сказали Ну вы же давайте там примем сразу чохом И международное право, что мы не признаем И зарплаты И люди, естественно, потому что они голодные, банально Они готовы хоть за черта лысого проголосовать И за черта лысого поставить крестик Чтобы только куда-нибудь внесли Правда, им это все равно... Это им не даст ни зарплаты Им не даст это ни минимальной пенсии Но люди, вот, понимаешь, они тыркаются, как слепые котята И они думают, ну ладно, ну хоть в Конституцию И вот на этом примитивном, достаточно, знаешь, таком детском инстинкте Который хочет просто, знаешь, как пригреться к мамке, к теплой, как к государству Попросту говоря, чтобы мамка его не била Вот все, чего хочет сейчас население Чтобы мамка его дрыном по башке не ломала Все, это единственная потребность, которая есть И это ужас Очень хорошее предложение от наших слушателей Почему Конституцию не разрабатывает искусственный интеллект Дима, мы должны уже покончить с этими креатурами Да, я тоже считаю, что да, надо закончить это И пусть искусственный интеллект Если мне не изменяет память Один из первых искусственных интеллектов Научился ругаться матом и стал расистом Вот нам какой-нибудь искусственный интеллект разработает Надо сейчас точно попросить О, у нас же есть эти голосовые помощники Эксперимент Во всех там Яндексу и кому там и всем еще Попросите, пожалуйста, Алису И кто там еще у нас эти девушки Потому что у нас почему-то девушки Что за половая дискриминация Голосовые помощники девушки Пусть они разработают поправки Конституции Вот прямо нашим любимым радиослушателям Прямо скажите им еще Алиса, задай нам 10 поправок Конституции И потом присылайте ваши результаты на 903-797-6333 А мы похохочем Кстати, правда, если пользуетесь Алисой И спросите Не только Алиса Главная статья Конституции Алиса А там же не только Алиса есть Там же еще какие-то есть Там множество голосовых помощников Их там 4 или 5 штук Давай будем патриотичны Я бы их стравить Они все патриотичны Мало ли что Сири тебе предложат Сири, да, согласна Она может быть к Сири имеет отношение А там все-таки очень непростая ситуация Не все так просто Потапенко будет Ну, помимо поправок Которые можете инициировать и вы Я думаю, что надо подключить Не искусственный интеллект Который мы предлагали А подключить все 146 миллионов наших сограждан И 300 миллионов вообще русскоязычных Почему только наши граждане присылают поправки Я предлагаю вообще объявить такой флешмоб Пришли свои поправки в Конституцию Российской Федерации Поправь, йоу Йоу И молодежь тоже может Вот тоже так Кстати, ЛДЖ, между прочим, почему-то мало не включен в эту группу Непонятно, почему кампания не началась песенной, да? Поправь Поправь, йоу Анна из Москвы пишет Еду в машине с навигатором При слове Алиса Она включилась Но ответила на предложение поправок в Конституцию следующее Вот сейчас ничего не поняла Совсем ничего не поняла Цитата закрывается Ну, вот такая вот Алиса Ну, помимо Алисы, вроде как, говорят, есть и другие Поэтому, а, и Сири есть А, у Тинькова, говоришь Олег Олег, вот говорят, нам подсказывают, что у Тинькова и у ассистента зовут Олег Все-таки гендерное разнообразие А, кстати, почему только два пола? У нас их вроде 54 должно быть Ну, знаешь, после того, как мы в Конституции пропишем, что брак — это союз мужчины и женщины Как прекрасно сказала Екатерина Шульман, союз мужчины и девственницы Давайте это пропишем А вот что тогда не девственник и девственницы? А что так прямо какая-то дискриминация мужчин по этому признаку? А, кстати, как девственность? Потому что альфа-самец, когда ты включаешь телевизор, он должен быть опытным Он должен летать на орле, нырять за амфорами Ну, как он может быть девственник? Ну, согласен, да уж, если полетал со стерхами, нырнул за амфорой, то тут девственность и потерялась где-то Там прекрати Конечно, девственность нарушилась Давайте-ка к кредитам перейдем Давайте, давайте, давайте Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минфину и Минэкономному развитию с участием Банка России изучить предложение депутата Бориса Чернышева провести в Москве эксперимент по списанию кредитных долгов для молодых семей в возрасте до 30 лет Следует из поручения главы ведомства Антона Силуана и Максима Решетнику Ранее Чернышев, мы сейчас ему постараемся дозвониться, предложил провести в Москве эксперимент по этому списанию кредитных долгов, чтобы помочь погасить кредиты на получение образования, покупку квартиры или первую машину Соответствующее письмо Борис Чернышев отправил Голикова в январе Прошу, что с участием Банка России рассмотреть это обращение, говорится в документе Ранее Владимир Жилиновский высказал предложение списать россиянам кредитные долги на заседание Госдумы Когда рассматривалась кандидатура Михаила Мишустин на пост премьер-министра, председатель правительства заявил, что выступает против списания кредитных долгов россиян, так как это приведет к банкротствам банков Жилиновский, в свою очередь, посоветовал Мишустину не отвергать идею и выражать готовность их изучить Ну вот, сейчас попробуем дозвониться до депутата и уточнить, каким образом они предлагали это сделать, потому что, конечно, это прекрасно Ну, каждый бы сказал бы, да что бы неплохо было бы списать вопрос за счет каких средств и в каком объеме это все должно произойти Ну, вот, как только он выйдет с нами на связь, мы с большим удовольствием с ним поговорим У вас, как вызывает это ощущение? Хорошо, плохо, 903-797-6333, ну и 730-111 Значит, предложение было следующее Для молодых семей списать кредитные долги, чтобы помочь погасить кредиты, насколько я так понимаю, на получение А, первое образование, покупку квартиры 2 и первую машину Так, ну, хорошо, образование могу теоретически предположить, покупку квартиры Ну, в общем, надо было думать, а уж про первую машину Ну, давайте сейчас попробуем как раз уточнить у как раз человека, который является автором этой инициативы У нас на связи депутат Государственной Думы Борис Александрович Чернышев Борис Александрович, доброе утро Доброе утро Доброе утро Смотрите, значит, я воспроизвожу просто текст, вы его поправьте, что, может, неверно его воспроизвели Значит, вы, по-вашему, ваше предложение, это списать молодым семьям до 30 лет, помочь погасить кредиты на получение А, образования, Б, покупку квартиры и первую машину Верная цитата или что-то было в информации неверно? Ну, еще микрофинансовые долги всякого рода, а мы о них тоже говорили И микрофинансовые Это история, которая произошла после того, как мы вернулись из региональных своих поездок вместе с коллегами по фракции ЛГБ Понял, ну, это все корректно Окей, теперь, чтобы в сухом остатке, вот, понятно, это поручение, рассмотреть Вы считали, сколько это в деньгах? Потому что ключевым вопросом, я так понимаю, будет, может быть, не в публичной сфере, а вот где-то там в высших эшелонах власти Я даже думаю, что боюсь, что далеко от Государственной Думы, а там где-нибудь между АП и Минфином, ими, вот, как раз с Бишустиным, это обсуждать Сколько это в деньгах? Вы знаете, это очень сложно посчитать по одной же главной причине Мы же предлагаем заявительный порядок Сколько человек заявит, столько и будет Предположить сложно Условно, мы решаем, что эту программу запускаем Условно, в этом году запускаем Но выплаты начинаются в 2021 году Таким образом, на 2021 год мы примерно будем понимать, сколько человек хотят участвовать в этой программе И, исходя из этого, просить финансирование С одной стороны, а с другой стороны, может быть, исполнительная власть примет решение Не полностью реализовывать данную программу Условно, начать с того, чтобы покрыть долги по микрофинансовым организациям Или только заняться вопросами кредитования, образования Нам хотя бы даже это уже будет большой плюс И наша программа «Новый старт» таким образом уже запустится Смотрите, а не приведет ли это к тому, что будут осознанно брать кредит на что-то Ну, сейчас, неважно, вот вы упомянули четыре цели Дабы потом, попросту говоря, не расплачиваться И за это расплатится, ну, такой совокупный налогоплательщик Потому что деньги не из воздуха берутся Абсолютно правильный вопрос Если мы запускаем эту программу, то мы не будем говорить о том, что после того, как эта программа запущена Словно, в 2020 году Кредиты, взятые после 2020 года, будут реализованы Мы говорим сейчас вот до этого момента, до того, как началось обсуждение Чтобы не было мошенничество с одной стороны С другой стороны, не было тех людей, которые пытаются за счет тех людей Которые являются добросовестными налогоплательщиками Реализовывать свои цели Понятно, идея понятна Ну, вы будете, я так понимаю, держать общественность в курсе Как будет развиваться событие Окей, спасибо Спасибо вам большое Да, вам спасибо, конечно У нас на связи был депутат Государственной Думы Борис Александрович Чернышев Я ровно, вот чтобы было прямо сухо по фактам Что было предложено, из каких источников, какие там есть вопросы Но обрати внимание, что наши слушатели уже сразу стали писать Что семьям, которые не берут кредит, им как-то обидно Очень хочется сразу взять, чтобы его списали Здесь, в этой инициативе я вижу слабое звено в следующем Что здесь есть микрофинансовые организации Это просто разные абсолютно, скажем, причинно-следственные связи Люди, которые берут ипотеку, это достаточно осознанные люди Люди, которые попадают в микрофинансовые организации Это, как правило, люди с другой мотивационной моделью У них, попросту говоря, денег не было И они бы вынуждены перекручиваться, чтобы закрыть там ЖКХ Закрыть банальную еду И если уж, как говорится, какие-то инициативы выдвигать За которые вообще среднеарифметический налогоплательщик должен заплатить за всех Ну, потому что по-другому не бывает, чудес-то не бывает Что значит, списать Потому что это не банки, коммерческая организация Подожди, списать, как Африки, пишут слушатели Что значит списать? Вот это подход такой Я, мягко говоря, и про Африку тоже не радостно Потому что я считаю, что... Что значит списать? Вот в коммерческой организации, если, как говорится, мы фиксируем убытки То при этом делаются оргвыводы по конкретным персонажам Потому что были персонажи, которые выдавали И для этого в коммерческой организации есть некая система барьеров Которая там называется кредитный комитет Там финансовый директор это все рассматривает И менеджеры, которые принимают там и то или иное решение Они, да, берут на себя определенный риск Хотя бы, по крайней мере, хотя бы своей заработной платой И там еще есть еще страхование Но это так в коммерческих организациях Мне кажется, что и в государственных организациях То есть в государстве точно так же должен кто-то понести ответственность за списание долгов У нас на линии доктор экономических наук Сергей Николаевич Смирнов Сергей Николаевич, доброе утро Доброе утро Да, Сергей Николаевич, ну вот предложение Вы все уже сказали Я со вниманием последние две минуты вас слушал По-моему, вы сказали все и обо всем Мы оценили риски и все такое Вы знаете, не могу не разделить вашу Ну не тревогу, да, ваше убеждение Вашу позицию Что, извините, кто-то за это должен платить Вы понимаете, система, по-моему, может произойти Если будет принято такое решение То это только в виде некой амнистии Да, всем и все, да Или всем, но только ипотеку, да Потому что, ну вот, скажем так, кредиту на бытовые цели Это будет просто, если это войдет в регулярность какой-то Будет осуществляться с определенной периодичностью То это, извините, будет стимулировать безответственное финансовое поведение А потом все равно спишут, да Ведь такого рода вещи были у нас и во время первого, и второго, и третьего экономических кризисов Когда говорили, а вот тяжелая экономическая ситуация у нас тоже Так давайте мы спишем все наши долги, да Вот это, собственно говоря, какое-то пещерное понимание экономики Пещерное понимание ответственности государства Но и ответственности самих домохозяйцев Что они могут, а что они не могут себе позволить Поэтому, ну, я противник подобного рода идеи Хотя в отдельных ситуациях, возможно, имеет смысл разбираться И на самом деле все инициативы, которые были предложены президентом Ну, помните рождение очевидного ребенка И списание, по-моему, 450 тысяч рублей ипотеки, да Вот такого рода вещи возможны Но полное амнистия, полное списание этих долгов молодым там семьям, да, и так далее На мой взгляд, это очень неразумная инициатива, как мне представляется Спасибо, спасибо, у нас на связи был доктор экономических наук Сергей Николаевич Смирнов Я бы его дополнил, ведь что меня опять-таки в этой истории тревожит Даже ладно, хорошо, мошенничество будет пусть минимальное Ключевое, вот почему я, например, могу поддержать идею Сергея Николаевича Смирнова По поводу списания, здесь есть экономический смысл То есть, когда семья начинает, у нее, скажем так, появляется налогоплательщик Да, уж так вот нравится, нам это не нравится, наши дети Это тоже будущие налогоплательщики И мама не работает и сидит дома, и ее материнский капитал списывает ипотеку То тем самым государство компенсирует затраты на детские сады, на медицинские учреждения То есть, это экономическая, абсолютно расчетная модель, когда понятно, за что платим Причем не доплачиваем очень существенно Маме компенсирует всего 450 тысяч, потому что ее работа стоит существенно больше Ну а вы за списание долгов или нет? 903-797-6333, не переключайтесь Потапенко будет Итак, всем доброе утро, а некоторым особое доброе утро у нас Дарья Александровна Гордеева Сегодня родилась С днем рождения, Даша Ты, конечно, нас, скорее всего, не услышишь Да, конечно Печеньки нам не привезешь Ну, вам, может быть, и привезут, Дмитрий, так что вы еще не подойте духом Да, я не подойте духом поручик Голиса В общем, Дарья Александровна сегодня день рождения Гордеева, именно поэтому она сегодня отсутствует А Мария Армас сегодня вот здесь, она на боевом посту Она глушит мой неуемный смех и микрофон периодически, дабы заменяя вот как раз Дарью Александровну Гордееву С Новым годом тебя, Дашенька Поздравляем Возвращайся А мы с вами, вы можете тоже ей написать где-нибудь в каких-нибудь социальных сетях Ей будет, наверное, приятно, я надеюсь 903-797-6333 А вот Маша из Одинцова задается вопросом Я мать-одиночка, говорит Маша Мне 37, почему мне не хотят помочь с ипотекой? Я, кстати, не против, мне ни материнского капитала, ни помощи никакой не достаются А как ты объясняешь, что, например, знаешь, многодетным седьмям в музее им спеццена по билету или бесплатно, да, в разные музеи А вот матерям-одиночкам ничего, Дима Знаешь, я тебе как многодетный отец насчет того, что у нас там чего-то... У меня есть сильно разительная разница Мы в этом году в Дрозданскую галерею приехали с нашим старшим годовасиком И я ходил по музеям у нас в России Вот, знаешь, там мы сначала перепугались, что нельзя ходить с колясками А нам сказали, давайте коляску, с коляской ходите Только рюкзак уберите, потому что там экспонаты, чтобы не побили Чтоб Рубенс не упал Ну, приблизительно так В Дрозданской, по-моему, не было Рубенса Вот, и мы боялись, что мы там будем единичные с годовасиками Нет, там такое количество, там игровые комнаты Все эти, какого, смотрители очень доброжелательны в этом смысле Более того, мы боялись, что там от нашего дикого восторга Там разбежится ползала Нет, наоборот, все равно диаметрами противоположно И, честно говоря, в некоторых, скажут, наших музеях Не буду делать рекламу и антирекламу С колясками сильно не походишь А уж тем более с чемоданами для детского питания Поэтому, ну, это так, из разряда Я считаю, что и матери, и одиночки должны получать поддержку И отсечение повод Нам пишут, почему 30, а не 31 Я тоже не очень понимаю Скажу честно, почему молодая семья Если семья завела ребенка в 40 лет Она молодая семья Ну, первого ребенка такое тоже случается Ну, старородящие, так их называют Или она уже старая семья Дети-то, в общем-то, не привязаны к возрасту 730-101, доброе утро, что вам про долги? Доброе утро Алло, здравствуйте Да, здрасте Доброе утро Здрасте Во-первых, поздравьте Дарью с днем рождения Вы без этого порядка А во-вторых, я не знаю, может быть, я, конечно, как-то глупо рассуждаю Меня Светлана зовут, я ваша Да, да, Светлана Но мне кажется, что есть такой момент Что люди, многие, как-то забыли, наверное, вообще свою изначальную функцию Ну, не функцию, а как раз наоборот Мне не нравится, что люди в современном мире заводят детей Потому что они думают, что вот мы заведем ребенка Мы тут поднимаем вам демографический ваш показатель И за это вы нам кто-то должен заплатить А, например, того же ребенка должны люди заводить по любви По любви друг к другу и по любви к этому будущему ребенку Именно из любви к этому ребенку Они должны взять на себя какие-то обязательства По работе, по организации этому ребенку В дальнейшей жизни и так далее И точно так же, например, купить себе хорошую квартиру Ты должен тоже из любви к себе И себе ожидать обещания, что ты будешь работать Ты будешь что-то делать, чтобы себе обеспечить все это А не потому, что тебе кто-то должен И вот мне кажется, что в нашей стране, к сожалению Очень сильно тянется этот советский шлейф Не очень, как бы, на мой взгляд Для меня не очень правильные политики Того, что все дают тебе, да Квартиру дадут, рабочее место дадут Образование бесплатное, медицина бесплатная И многие люди убеждены, что так и должно быть И что сам ты вообще уже ничего не должен для этого всего делать Понятно, что мы платим налоги и так далее И тому подобное Но есть вещи, которые мы не в силах организовать Например, качество наших дорог Или там, я не знаю, нашего транспорта общественного Или что-то такое, да Но вещи, которые лично тебя касаются Ты должен все-таки в первую очередь Наверное, организовать себе сам Спасибо большое, Светлана Спасибо, спасибо, Светлана За звонок и мнение Ну, опять же, иллюзия, что наша медицина бесплатна, Дим Мы придерживаемся вот этой самой иллюзии Слушай, у нас Ты вот почитай, когда будет какая-нибудь Минута, почитай, что пишут там Вот при советской власти была медицина бесплатная Или еще когда-то Или что-то был детский сад бесплатный Я, простите, опять-таки С большим удовольствием могу это послушать Но с точки зрения экономики Все было платно Просто не доплачивали Бесплатно в следующем часе Можно послушать Евгения Жаринова Айфон 10 и философия Ницше В чем связь?